Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Девочки, наконец-таки я получила свой парфюм! Мне кажется, я уже успела им переболеть уже, знаете, уже... Уже, мне кажется, если бы мне не привезли, я бы отказалась, я бы, наверное, не расстроилась бы. Хотя здесь аромат, который я очень хотела. Начиталось много отзывов, и я его купила без затеста. Но прежде чем я открою эту коробочку и попробую этот аромат, я хочу вам показать, ну, скажем так, топ-5 ароматов декабря и января. Ну, то есть это не совсем зима, потому что я думаю, что... Ну, у меня как бы нет такого, что вот это зимние ароматы, я ими только пользуюсь. Я беру те, которыми осенью пользовалась, те, которые весной, всё зависит от настроения. Но вот 5 ароматов основных, которыми я пользовалась и буду ещё пользоваться в январе. И, получается, в... ну да, в феврале, может быть, какие-то наверняка тоже из этих будут у меня. Давайте начну с тех, которыми я пользуюсь реже, и те, которые вообще мои самые любимчики. Первый аромат – это вот такой, это Terry Mugler или просто Mugler, да. Это, я боюсь коверкать язык, это, по-моему, Mousse или как-то так называется, Mousse, что-то в этом духе. Но я оставлю вам ссылку внизу в инфобоксе. Я заранее извиняюсь, если я неправильно произношу название. Это аромат ванили и шоколада. Такого не притерно-сладкого шоколада, а какао даже, наверное, знаете, вот такой вот дорогущий шоколад. Коробка дорогущих шоколадных конфет с ванильной начинкой. Вот это вот оно. Он прям притерный, он прям очень сладкий. Про него можно сказать, что хочется запить. Да, это вот именно такой аромат. У меня такая малюточка, покупала я её давно, это наполняемый флакон. Так получается, что буквально одного пшика хватает на то, чтобы аромат держался целый день. И так как он очень такой насыщенный, то, ну, два пшика – это максимум. Потому что он просто от вас будет вот такой шлейф, такой шоколадный, знаете, шоколадно-ванильный. Очень вкусный аромат, но очень притерный, очень такой густой, насыщенный аромат. Им очень хорошо пользоваться именно в морозы, да, когда такой прям мороз-мороз. Аромат уже такой более любимый мной, который я купила в прошлом году, потому что мне продавец-консультант сказал, что этот аромат будет снят с производства. Но я смотрю, что он совсем, совсем даже не снят с производства. Это Дикин Вай. Я называю Дикин Вай. Не знаю, как правильно, да, я знаю, что расшифровывается Донна Карл Нью-Йорк как-то так, да, или что-то в этом духе. В общем, Нектар Лав – это мед. Причем у меня ассоциации такие, знаете, вы сидите за столом, у вас чашка чая, не фруктового, обычного чая, лимон и мед. Вот, это вот этот аромат. Очень такой приятный, он ненасыщенный, он, ну, шлейф, я бы не сказала, если дает, то небольшой, но очень приятный. Здесь и кислинка такая лимонная, и мед. Ну, чая здесь нет, просто у меня, наверное, такие ассоциации. Очень вкусный, приятный аромат на осень, на зиму, даже, может быть, раннюю весну. Это вообще аромат потрясающий. Нисколько не жалею, что купила большую упаковку, но меня обманули, его не снимают с производства, я так понимаю. Но, по крайней мере, в продаже он еще есть, а мне говорили, что не будет. Следующий аромат – это Lancome, L'Ave et Belle. У меня версия, которая с малиной. Здесь это вообще классный аромат. Вообще, ароматы Lancome мне очень нравятся. У меня есть и с розой, и с кокосиком, и вот этот малиновый, у меня их три. И здесь классическая версия L'Ave et Belle и малиновое варенье. Причем малинового варенья здесь, наверное, одна треть, может быть, даже чуть меньше. То есть малиновое такое густое, сахарное такое варенье. И классическая вот эта вот база L'Ave et Belle. И все это такое очень вкусное сочетание. Вообще, L'Ave et Belle, ну, не знаю, мне кажется, это уже классика. По крайней мере, я пользуюсь им всегда. И, ну, мне очень нравится этот аромат. Такой ненавязчивый, при этом согревающий, сладкий. Ну, в общем, классный аромат. Конечно же, тоже в моих любимчиках это, что у нас, Killian. Это который Princess у меня. У меня ароматы Killian, он один-единственный. Покупала тоже в прошлом году. И, вы знаете, в этом аромате есть всё. И кислинка, и сливочность, и сладость, и даже какая-то дымность. Вот он когда уже к концу дня, он держится реально целый день, к концу дня он становится таким, как дымным, что ли, не знаю, очень такой обволакивающий, такой очень интересный, вкусный, на мой взгляд, аромат. С огромным удовольствием им сейчас пользуюсь. И я думаю, что закончится. Я, наверное, повторю, но, по крайней мере, присмотрюсь к каким-то ещё ароматам от марки Killian. Ну, и, конечно же, мой любимчик. Это Atar Collection. Вообще, аромат Atar Collection, вот эта вот линейка ароматов, это мои ароматы, стопроцентное попадание, просто разное настроение. И под разное моё настроение есть ароматы. Супер хочу собрать всю коллекцию и просто наслаждаться. Сейчас зимой я пользуюсь именно Hayati. Тоже очень классный, но я не скажу, что это супер зимний аромат, я не скажу, что это супер сладкий, я не скажу, что это супер восточный. Здесь тоже всего понемножку, но он даже такой и сливочность, и кислиночка есть, и что-то такое тёплое, и сладость. В общем, этот аромат, это, ну, вообще, ароматы от Atar, это мои любимки. У меня из Atar, ну, я уже показывала, говорила, есть Hayati, вот этот вот, которым пользуюсь сейчас, получается, декабрь и январь, и практически всегда я пользуюсь им, он очень стойкий, держится целый день. Также у меня есть вот такой роза, Галор, наверное, так правильно, или Галор, не знаю, такой аромат, но это роза со специями, это для меня более такой уже поздняя весна, возможно, летний, прохладное лето я имею в виду, и Азалия. Азалия я пользовалась осенью, это был осенним аромат, ну, начало осени, вот, вообще, отлично, как я его тогда получила и всё время им пользовалась. То есть у меня три аромата от Atar Collection, и, конечно же, я заказала себе четвёртый аромат, который мы вместе с вами распакуем и впервые попробуем. Здесь, кстати, мне приложили, так, ко мне пришёл мой дружочек, очень любит он здесь, кстати, сидеть, вот, приложили мне кассовый чек, до этого кассовых чеков не было, и доставка у меня бесплатная, и обошёлся мне этот аромат в 5501 рубль. У меня там были, там за заказы дают баллы, ещё за отзывы можно накопить баллы, но что-то я отзывы ленюсь в последнее время оставлять, поэтому, да. Вот, здесь у меня пробничек, мы его тоже с вами попробуем, и сам аромат запакован он. И ещё какой-то подарочек мне положили, у меня этого не было в заказе, у меня был только один пробник бесплатный, и вот такой, кстати, пробников, вот, которые можно выбрать на заказ, там, платный или бесплатный, их очень-очень мало стало, раньше как-то было больше. Всё хорошо запаковано, я взяла не тестер, обычно я на духе РФ заказываю тестеры, но я хочу, чтобы у меня была оригинальная коробка, потому что они у меня стоят вот таким образом, на полочке, и сама коробочка мне очень нравится, она меня радует, вообще ароматы, конечно, супер. Так, и вот такой я заказала аромат, я постараюсь ссылки все оставить внизу инфобоксе на все ароматы, которые я показала в этом видео, ну, чтобы не коверкать язык, вы могли посмотреть, если вдруг кому приглянется, какой аромат, могли посмотреть название. Всё здесь запечатано, наклеечка. На духе РФ я ни разу ещё не столкнулась с подделками. Давайте вместе с вами откроем. Вот ароматы азалия и розы здесь просто идёт такая картонная глянцевая упаковочка, а вот этот аромат, и как раз хаяти, здесь идёт как бы бархатом таким отделанным. Queen of Sheba, наверное, так правильно называется. Если что, извиняюсь, поправьте меня. И вот такой вот чёрный флакончик. По отзывам писали, что это аромат здесь 100 мл, но они, по-моему, все сотки идут, я не видела маленькую версию, если только какой-то от Ливан заказывать. По отзывам пишут, что это как раз-таки зимний аромат. Давайте попробуем. Так, несу вот сюда. Первый пустой пшик, второй даже. Боже, какая вкуснятина. Слушайте, было написано, что... Ну, я там отзывы читала на духе РФ, и не только на духе РФ, и многие писали, что здесь аромат персика. Я согласна. Вот прям чувствуется персик, такая прям спелый персик, мякоть персика. Ну, и, конечно же, восточные какие-то пряности сюда. То есть это даже не курага. Ну, хотя, может быть, и такая, знаете, если курага, то такая мягкая, такая, знаете, не супер такая сушёная, а такая прям мягкая-мягкая. Ой, слушайте, ну это очень вкусно. И какие-то очень вкусно, балдёжные. Я согласна, это зимний аромат. Он такой прям, он не то что приторно-сладкий, он скорее такой густой аромат, если можно так выразиться, да. Да, и какие-то такие травки, немножечко, может быть, специи ещё, травки какие-то, да. И персик. Слушайте, очень обалденный аромат. Ну, теперь, соответственно, это будет ещё одна моя любимка, и я им сейчас буду пользоваться, обливаться и так далее. Ну, конечно, я ещё раз повторюсь, я хочу все ароматы от Atar Collection, все, которые у него есть, несмотря на, там есть несколько ароматов, где не очень такие хорошие отзывы, но я хочу все. Я хочу, чтобы у меня была полная коллекция вот таких вот, вот таких вот коробочек, чтобы у меня целая полочка была заставлена. Тем более 100 миллилитров их, на самом деле, хватает надолго, и они очень-очень стойкие. Слушайте, ну обалденный. Даже какая-то свежинка такая есть. Но это не притерный, это такой плотный аромат. Ну, не притерно-сладкий. Ну, как бы такой немножко кислиночка, как курага, персик, что-то такое, да. Очень вкусно, очень. Буду носить с огромным удовольствием. Ну, и давайте посмотрим, какие пробнички мне положили. Здесь это подарок. Сыворотка от Mizon, да, от Mizon. Ну, плацента какая-то, только здесь штрих-код наклеили прямо на само название. Плацентарная сыворотка для лица. Ну, спасибо огромное, мне очень приятно. Я люблю, когда кладут всякие подарочки. И здесь я выбрала аромат Killian. Это женский аромат Criminal of Love. Называется от Killian. Потому что аромат от Killian тоже мне нравится. Их, на самом деле, мало где можно потестировать. В магазине RevGosh есть. Не читала про данный аромат никакие отзывы. Просто... Ммм... Значит, мне должно понравиться аромат воплощения греховной ночи. Свяжи меня. Вот это да. Давайте нанесу сюда. Ну, такой надо поносить, на самом деле. Я не скажу, что прямо вот с первого пшика вау. Он такой немножко мускусный, что ли. Немножко мужской такой аромат. Ну, нет, наверное, не мужской. Какой-то сладковатый. Табачный, что ли. Я не знаю. Ну, что-то такое. Ну, интересно. Ну, попробую я его поносить. Не знаю. Но вот с первого за теста, если бы я потестировала его в магазине, я бы прошла мимо. Я скажу честно. Хотя какая-то кислинка. Немножко сладковатый. Какой-то там табак или, может, даже ладан какой-то. Ну, такой интересный аромат. Но не скажу, что прямо моё. Ну, поношу. Вот это, конечно, от арка легшим. Конечно, для меня вкуснее намного. Вот. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Вот такие топ-6 получаются уже ароматов зимы у меня. Те ароматы, которыми я пользуюсь, ну, вот чаще всего рука именно тянется у меня к ним. И теперь, конечно же, сейчас первую неделю 100% я буду носить только его везде. И мне всё равно буду наслаждаться. На самом деле, да, я бы сказала, какая-то курага даже, наверное, не столько персик, сколько курага, но такая свежая, знаете, вот свежайшая, вкусная, сладкая такая курага с небольшой кислинкой. И ещё какие-то, какие-то травы сюда такие восточные. Ну, я вообще люблю восточные ароматы. Мне они очень нравятся, они меня не отпугивают. Они, ну, классные. А Тарр коллекшн – это не совсем не супер восточные ароматы. Это скорее что-то такое современный Восток, я бы так это назвала. Вот. Но мне очень нравятся. Вот. Так что ношу с огромным удовольствием. А я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто ещё не подписан. Всех люблю, целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok